всем привет друзья взял тяпку полоть а тут уже кто-то прополол может хозяйка а может кто-то левой не знаю на самом деле это я все шучу никто тут кроме меня не полит сетлана николаевна нарывалась сюда пополоть немножко но она заболела чуть горло простыла это немножко кашляет так что сейчас она у нас на карантине ну а мы с маринкой приехали так как дождя нету а здесь вы видели какой был корж то вот я сейчас все пробил вот вы это можете сейчас посмотреть в окно проекте и я думаю что вы видите что все discover и сараной есть фонд баж spadeчат лога как и баж сам по 신뢈у ну а пица баж и кастрюль о том что вы видите что если что очень много и что у меня такое情况 как она улетел в тот лист и ага вот я вот aru вот и вот как она тебе автоматом знаете а у меня здесь есть и тут же Продолжение следует... Посмотрели, и я только что как полол, ну вы увидели, что там, где горох, я был максимально осторожен, потому что горох уже почти весь вылез, вот, прям, ну можно сказать, весь повылазил. Тут, конечно, еще такой, можно сказать, вести асфальт, но при этом он хорошо пролез. Ну и еще даже если бы и не пробивать, то это все нужно сделать для того, чтобы сорняки немножко удалить, потому что вот такой маленький бурьянчик, сейчас я вам покажу, вот такой, уже прям, прям отлично прет, вот такой мелкий. И его реально, реально много. Вот, видите, вот манюсенький вот такой. И если его не убрать, потом будет тяжело полоть. В общем, горох, горох, можно сказать, лезет хорошо. Если так можно назвать в таком асфальте, вот. А фасоль, а фасоль одну я отковырял вот вчера, вот она лезет, а вот сегодня вот начал тоже так полоть, и вот видите, прям уже сверху. И вот, и вот, если бы, если бы я не пробил, то ему бы, ему бы было, ну ей фасоли, было бы сложно лезть, а так, а так вот немножко как бы разломал камушки, и уже все лезет. Надеюсь, надеюсь, вылезет максимально много. Ну и точно так же с помидорки все прополол, междурядку ничего не делал, потому что все равно там буду ходить, уже когда будут сорняки, тогда буду уже их пробивать. А так, если посмотреть, там реально асфальт по междурядкам. Ну, вот так. Посчитал, здесь 73 помидора, я покупал 60 штук, ну то есть 6 пакетов по десятку, кто сколько ложил, 5 пропало, 73 живых. Ну, два таких ужасных, что можно не считать, в общем, 70 штук, и там вон 6 штук посажено, это 76 помидор, это точно мне хватит. Завтра, завтра мы уже на рынок никуда не поедем, завтра понедельник, а во вторник, если будем на рынке, посмотрю, еще возьму немножко огурцов, и все, больше ничего не буду брать. Вот щавель тоже сегодня, в общем, мы сегодня никуда не ездили, поэтому щавля я тоже сегодня не купил. Так что, ну вот, что есть, то есть. Вот так. И еще пробил тоже вот здесь, вот так вокруг, пустил немножко кислорода к кабачкам, которых нету еще, не вылазит. Вот, ну вот так обполол их все. Все, ну вы видели, я вам заснял минутку, а на самом деле я здесь полол 15 минут, ну не больше. Все хорошо, эти уже прям цветут. Вот, давайте обсудим вот этот момент. Смотрите, кусты растут максимально хорошо, прям, можно сказать, прут, по-другому не скажешь. Вот реально прям были вот такие, вот эти, вот эти, вот это все остальное выросло за неделю. То есть максимально хорошо все растет, но уже вот завязались огурчики. Как вы считаете, ждать, пока они вырастут, или все-таки удалить? Я вам сразу хочу сказать, что я не спрашиваю сейчас совета, а просто вот узнаю вашу точку зрения, как вы считаете. Я их оставлю, просто не буду первые дожидаться прям до больших, ну вот такими маленькими уберу. Но все равно я их не буду удалять. Уже начали, начали расти вот такие боковые побеги, то есть кустик увеличится, и будет, будет все нормально. Я думаю, я уверен, что будет все нормально, потому что растет реально хорошо. Где-то, где-то через недельку я их еще разок полью, полью с удобрением. И еще, наверное, просто куплю октофит. Потому что здесь вокруг у хозяйки, можно сказать, наблюдать на всем тлю. И на этих, и на цветах, и на черешню сейчас тля напала. Октофит, мне часто пишут, чем убрать тлю. Я не знаю, чем там можно у вас убрать. Я сколько лет, сколько лет пользуюсь октофит. Это биологический препарат. Его можно найти и в отделе, где продают семена и всю химию, и в ветаптеке. То есть октофит у нас, не знаю, как у вас, у нас продается и в обычной ветеринарной аптеке. И, ну, разбавляете его с водой по инструкции. Он хорош тем, что если вы химией, например, тлю и жука колорадского на кустах помидоров, можно убрать энжио. Я его любил. Вот в нашей стране, в Украине, есть такой хороший препарат энжио. И можно им убрать и колорадо, и тлю, и вообще любую там гусеницу, что угодно. Но у него срок ожидания большой. А у октофита, так как это биологический препарат, на вторые сутки, Ну, в общем, 24-48 часов, вы уже рвете огурчики и все остальное, и кушаете их, и не боитесь за свое здоровье. Так что вот так. Ну, а по поводу огурчиков напишите мне в комментариях, как вы считаете, лучше бы было убрать или нет. Вот так. Вот видите, ребята, и на черешню. Тут у хозяйки черешня во дворе. Вот везде тля. Вот так, если посмотреть. Вот листья начали крутиться. И вот на кустах розы тоже. Тля. Тля, это, конечно, это как дойные коровы у людей, только тля, это дойные насекомые у муравьев. Погодка была дождливая, а значит, сразу муравьи разложили всю тлюпу по кустам, по деревьям. И персик вот тоже весь в тле рядышком. Так что, наверное, октофит сразу прикуплю. Мне не нужен большой объем. Он продается в 100 мл флакончики. Разбавляется вроде 40 мл на ведро. Но мне такой объем не нужен. Поэтому мне этого флакончика хватит на весь сезон. И куплю обычный опрыскиватель, пульверизатор. И на этом все. И еще, ребята, вот тут, конечно, у хозяйки огород. Но она сказала, можете использовать любой кусочек, который вам нравится. И вот я вам говорю, что, наверное, еще посажу огурцы. И вот я их посажу вот сюда. Тут тоже 5 кустиков влезет. Немножко отодвинусь от нее. Тоже вот так кружочками сделаю. И все. И я думаю, что будет нормально. Мы вчера пополивали. Конечно, соседи сейчас лазят, шумят. Они тут косят у себя газончик. Так что вот так пополивали вчера. Из-за того, что здесь тенек, реально ничего не высохло. Поэтому сегодня я поливать не буду. Просто зарою, как бы замульчирую немножко влагу. И все. Мне кажется, я вообще больше не буду поливать эти кусты. Вот. Все. Можно сказать, уже даже окучивание началось. Потом окучу высоко. И будет красота. Вот так. Все. Все. Вот так же, что с перчиком. Вот так. Грамуночку. Ничего не надо поливать. Тут все. Все сыра. Сочные. Смотри, какие стали, да? Тут такие были немножко это. А сейчас прям все отлично. Так что вот так. Все. Вот тоже вот, ребята, смотрите, вот здесь огурцы. А вот, а вот черешня. Посмотрите, сколько тли. Просто невероятно. Поэтому, поэтому, так как тля прям возле огурцов, мне октофит обязательно нужен будет. Ну, вот такие дела. Все, ребятки. Я не знаю тут, что больше еще делать по двору. На сегодня все. Поедем. Поехали мы домой. Тут тоже все подсохло. Посмотрим. Мне кажется, вот эти даже раньше вылезут, потому что здесь земля мягенькая. Их не приплескало так, как там. Поэтому, я не знаю. Я посадил 15 кустов кабачков. И если вылезет по 3 штуки разных сортов, то нас нормально даже много. Я думаю, 9 кустов будет достаточно. Ну, в общем, вот такие дела. Соседи там начинают что-то материться. Буду заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока.